Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. В Потеряевке я вел занятия после богослужения по каким-то праздникам, по событиям. С 91-го года. Преображение Якужа Мужаху. Когда император Константин победил зять Эликиния и стал единовластным правителем Римской империи и провозгласил в 313 году христианство государственной религией, то стало выгодно быть христианином, ибо множество привилегий для тебя и твоих родных приходилось с этим кавычках уверования. Выйдя из-под поля, церковь внезапно оказалась в царском дворце. Там все понравилось, и красота, и власть. Патриарши и монарши престолы сдвинулись вплотную. Совершилось перерождение, преображение служанки Богу в служанку государству. Можно подряд спрашивать выходящих после богослужения из храма, что значит Якажа Мужаху. Эти слова многократно пели сегодня. Многие ли ответят, да еще с разъяснением? Да и применимо ли это в нашей жизни обыденной? Поговорим сегодня на эту тему и о славе, и бесславии. Что такое слава? Славу любят многие, если не сказать почти все. Но почему-то слава убегает от людей, как рекламируют себя издатели каких-то дисков, музыки. Платят большие деньги за рекламу каждый издатель. И кришнаиты, и прочие, ползущие на грабеж России. Вторая книга пролипоминал. Ты говоришь, вот я полюбил Идумиян. Полюбил? А, побил. Это большая разница. Он побил их, убил, разгромил. Ты говоришь, вот я побил Идумиян, и вознесло сердце твое до тщеславия. Сидя лучше у себя дома, к чему тебе затевать опасное дело? Пойдешь ты и иудея с тобою. Так рождаются новые рекламируемые песни. Разрушим все до основания. И затем мы свой, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. И этим обольстили легковерные пустые головушки. Самое безумное, коварное, самое циничное учение пришло на Землю в виде идеи коммунизма. И провозгласило себя единственно верным учением. Мы же верим, что у человека есть бессмертная душа. И человек не уничтожается с уничтожением тела. Тело стареет, разлагается в могиле. Мы верим, что будет день, и будет час, и миг, когда все потрясется во Вселенной. И как от молнии озаряется земля, вдруг на облаках лучезарный Христос явится. И пред Ним вся земля, как развернутая скатерть. И все до единого гробы раскроются. И все встанет в своем виде. И палач будет стоять рядом с жертвой. Будут стоять убиенные матерями и дети рядом. И представьте, что будет человеком, насыщенным славой при жизни. И вдруг, теперь перед всем миром он будет величайшим бесславией. И умер в доброй старости, насыщенной жизнью, богатством и славой. На каждом рельсе писали «Завод имени Сталина». По шесть раз неистребимо написано. На каждом рельсе. Как жил этот тиран, на совести которого минимум как шестьдесят шесть миллионов разорезанных им. Представляете, что он подходил каждому и резал их. Миллион это по тысяче трупов. Гора. И таких гор тысяча. Тогда только один миллион получится. И все хотели жить в этой коротенькой жизни. Были у них привязанности, любовь, желания. И он все это прервал. Теперь он там, в преисподней. И в него вглядывается его жертва. Исайя. Преисподнюю низвержена гордыня твоя и со всем шумом твоим. Под тобой подсылается червь. И черви покров твой. Видящие тебя, всматриваются в тебя, размышляют о тебе. Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство, вселенную сделал пустыней и разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой. Исследуем, что есть слава, как ее добивается, как теряет. И каждому возрасту присуща какая-то особая слава. Указанные места можете выписать. В рамочку себе и заучить. И тому научить своих детей. Как человек добивается славы? Чеславие состоит из двух слов. Щета, напраслина и слава. Ищет напрасной славы. Предвыборная кампания. Как себя вел, показывают депутатов. Что за ними есть? При личной встрече ты видишь жалкого кривляку, пигмея. Особое отвращение вызывают неверующие. А это все до единого коммунисты. Наследники палача Сталина, его идейный выкорм. Им главное выйти в финал. А потом уже выдвиженец истощился. Он пустышка. И тогда они компромат собирают друг на друга. Что другой еще хуже, чем я. Вам даже и не нужен он. А я лучше. Меня возьмите. На мне женись. Присылает мне газету из Волгоградской области. Колокол. Издание русских патриотов. Изображает губернатора край и подпись, что он ответит на страшном суде. Что он ответит на страшном суде. И подпись, что он ответит на страшном суде. И далее две графы. В одной, что он обещал. И в другой, что он сделал. И делая дальше. И так 18 пунктов. И ни одного выполненного обещания. Последний пункт. Борьба с коррупцией. С бандитизмом. С государственными преступными структурами. И обращаясь к губернатору, говорят. 17 пунктов мы брать не будем. Это по отдельным отраслям. Но вот 18-й. Вы явно не выполнили. И не приступали к нему. А значит и ни одного из 17-ти. Вы смертный приговор вынесли себе этой предвыборной программой. Вы прорвались к власти. Вокруг поставили своих людей. Кто был хотя бы чуть-чуть добрый. Вы их всех убрали. Вы обобрали страну. Что же вы скажете Богу на страшном суде? Вы разбазарили всю страну. За эти годы перестройки срок жизни еще сократился на 8 лет. Прорвался от коммунистов. От Зюганова. А люди совершенно ослепленные. Ничего не понимают. Человек думает поставить торговую точку. Уже рынок сбыта определил. Или поселенец размечтался. Сколько свиней разведет. И быстро на ноги поднимется. Таким непринимающим во внимание влияние от Бога. Иаков апостол советует не заноситься. И в речестве делать оговорки. Иаков. Вместо того, чтобы вам говорить. Если угодно будет Господу. И живы будем. То сделаем то или другое. Эти два пункта. Угодность Богу. И проделение нашей жизни нужно брать в основу внимания при планировании. Вы же полностью полагаетесь на свое ненадежное, зыбкое существование. За опыт свой ручаетесь. Потому это называется тщеславие. Давно ли обещали с каждого гектара собрать вагон пшеницы. И от каждого барана три огненка с половиной. Пятилетку. Полгода. И в 1982 году будет коммунизм. Это уже Хрущев велел. Будет. Партия сказала. Комсомол ответил. Есть. Иаков. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. В одной стране всюду было. Хайль. И слава СС. Здесь же слава КПСС. Сравняки и осквернители. Они самовосхвалители. Были несусветные. Сами себе и писали славу. На мир она расползла. На мир расползлась эта зараза. На весь мир. На весь мир расползлась эта зараза коммунизма. И верили этому безумные человеки. Убирая всех тех, кто верил в Бога. Пишут в газетах теперь о невиданном коварстве, обмане большевиков. Когда нужно было захватить Перекоп, то уговорили Махно. И он дал им около 10 тысяч лучших бойцов и командиров. И в первую же ночь, как только победили Врангеля, сами же большевики уничтожили всех командиров Батьки Махно. Мир не знает такого коварства. Выслали лучшие умы России по указанию Ленина. В эмиграцию хлынуло около 5 миллионов. И за все это слава вам? Не потому ли так много слав по имени Вячеслав? У нас было их три, и теперь ни одного. Человека прославляют за военные подвиги, за труды на земле. Но есть случаи, когда человек в мирное время собрал всю славу мира за один день. Ни за что бы они и не поверили раньше, что будут равно его награждать и безбожники, и приверженцы монархии. Это Юрий Гагарин. Он не был в ряду в космонавтах первым, но его поставили на первое место. И ни за что, а только за характер, как говорят психологи. И открытое лицо. В Англии сказали, да, русские знали, кого послать. Со мной вседневной сидел в одной камере лозин Анатолий Максимович, преподаватель второй группы космонавтов, и рассказывал, что Гагарин разбился в пьяном виде, и погиб он при последнем матерке, как пленка сохранила. Отлетался. Юрка. Это он крикнул только последнее. Идут матерки, идут точки. Тогда мальчиков с 62-го года все называли Юрами. Где они? Какие выросли? Алкаши, бары, Езекииль. Шумом падения его я привел в трепет народы, когда низвел его преисподнюю к отшедшему могилу. Филипийцы. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренному мудрю почитайтесь один другого высшим себя. Не заботься о славе временной, не будь рабом чужого мнения. Быть рабом Божьим значит быть открытым всем ветрам, глотом. У людей ли я ныне еще благоволение? Или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. В Израиле грешили все, народ и священники, и слава Божия покинула их. Ковчег был пленен. Все чудотворные иконы, порубленные, сожжены. Кончились славы. И пошли другие имена на бесславие. Первое царство. И назвала младенца Иохавод, сказав, отошла слава от Израиля. Со взятием ковчега Божия и со смертью свекры ее и мужа ее. Она сказала, отошла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий. Отошла слава от России. Обохвалились. Если с юга ударит группировка в две тысячи человек, сообщают в печати, то они в первые же часы проникают километров на восемь вглубь страны. Вместо 11% на вооруженные силы ныне тратят 3,8%. Что Бог о нас решил? К белым медведям нас вытолкать? Наших сынов пора называть Иохавод. Идет одно бесчестие, позор. И нигде не можем показать пример. Потому что столько лет уничтожали святыни. Пренебрегали Словом Божиим. Рушили храмы. А божествление человека приняли и проиграли. Правда сделает самым ненавистным Словом. Бог показал славу, и эту славу Он нам обещал. То где же ее найти сегодня, эккризиаст? Бог дает человеку богатство, и имущество, и славу. И нет для души его недостатка ни в чем, чего не пожелал бы он. Но не дает ему Бог пользоваться этим, а пользуется тем чужой человек. Это суета и тяжкий недух. Слава имеет такое свойство. Чем более за ней гонятся, тем дальше она убегает, говорит Иоанн Златоустый. Слава сама приглядывается к человеку, и тогда решает приблизиться. Или к нему, или свивать ему венок славы. Если человек не отрекся от самого себя, и к нему так просто и подойти невозможно, сначала нужно узнать, как он спал, что ел, и на сколько сантиметров пища провалилась в его гортане, и пищевод захватил ли ее. В срамках извертели совесть. И чтобы только вокруг нас вертелись люди, прислуживали, угождали, приглядывались и опять угождали нам. К этому и стремление от школьной скамьи, или еще раньше. Иначе приема по личным вопросам нет у них. Не примет бюрократ сибирский. Не бойся, что о тебе плохо будут говорить. Будь верен Божьему, а не своим прихотям, Иоанн. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога не ищете? Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий. Как нехорошо есть много меду, так домогаться славы не есть слава. Тайные дела, они засияют в вечности, филиппийцам. Их конец погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме, они мыслят о земном. 1 сентября, житие семена столбника. Дьявол явил славу свою и почти преуспел в обольщении. Сумел же при всех горах трупов, при самой уже перестройке, когда саперными лопатками рубили молоденьких школьниц в Грузии. В Литве их ребят уничтожали на таможенных пунктах и в радиостанциях, и при воцарении в обраке Кармаля. Кармаля. Кармаля уничтожали вместе с их президентом Амином и советских КГБшников, свои же вчерашние сокурсники. И после этого тратили миллионы метров ткани и тонны краски, и выписывали слава КПСС. Может ли сатана придумать что-то и на своей горе преображение устроить? Может, значит, десятки тысяч туристов приезжают на гору Фавор каждый год 19 августа, и вдруг среди чистого неба и появляется чистое облако. Плывет на горы и сверкают волнии. И потом на монастырь. И там также молнии без грома. Дьявол может почти все чудеса повторить, что и Бог делает. Есть только одно чудо, которое он не мог и не сможет никогда повторить. Единственное, что он не может сделать, это то, чтобы дети восхваляли Христа. Псалом 8. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Что служит для славы Божией? И Иисус, услышав, то сказал, эта болезнь не к смерти, но к славе Божией. Да прославится через нее Сын Божий. Нужно научиться славить Бога за все, что есть у нас. Вообразите. И не дай Богу наяву это пережить, что случится пожар и сгорело все. И нет у тебя ни постели, ни еды, ни нужных вещей. И теперь ты будешь вспоминать, сколько было всего. Как я это перебирал, не знал, на какую полку получше положить. Спасти от мокроты и от мышей, от моли. И чтобы полегче найти это при нужде. Да почему же ненужное никуда не определил? Никому не отдал-то почему же? Как много всего нужно было, нужного было. Вот сегодня это и предели, а не ропщи, что много у тебя всего. И в этом будет слава Богу. Можешь ли это вместить, насколько тебе это возможно, якожем ажаху от Иоанна? Потому не могли не веровать, что, как еще сказал Исайя, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое. Да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Сие сказал Исайя, когда видел славу его и говорил о нем. Бога нужно научиться славить здесь, ибо когда душе пора придет выйти из тела, там оно уже будет только в том виде, в каком было здесь. Но нужно приучить себя сегодня во всем вставить вопрос. Будет ли в этом слава моему Иисусу? Это возможно только в том случае, если мы не будем искать славы себе, Иван Гетана. Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Когда за непослушание Саула пророк Самуил изрек, что Бог отнимает царство от него, он ухватился за лизу пророка и застывшим в глазах ужасом произнес, я согрешил, но почти меня ныне, но почти меня ныне, перед старейшинами города моего, народа моего, народа моего, и перед Израилем, и воротись со мной, и я поклонюсь Господу Богу твоему. И в конце жизни Саул будет полностью неблагословенным, без слави его имени будет на народе еврейском многие годы, 1 Петра. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. И так просто это понять, вместить в себя, якажи, мажаху. Посмотри на историю и увидишь, что самые прославленные люди умирают. И нет ни Крылова, ни Гюго, ни Наполеона, ни Грозного, ни Сталина. Но последующие будут одобрять злодейство и тянуть на себя ту же бесславную славу. Любят люди славу мира сего. Был даже четырежды герой Брежнев, генсек. Ему, по малве, не хватало только награды папуасов, золотого кольца в носу. Был бы пяти, но это уже не герой, а чемпион, и в русском языке непроизносимо на пять жды. Потому и отказался дядя Леня. Нам смешно, а он на полном серьезе в этом видел славу себе. Пока гроб его могилу не обранились грохотом, с шумом на всю страну, висает. Преисподнюю низвержена гордыня твоя, со всем шумом твоим. Под тобою подстилается червь, и черви покров твой. Люди приходили и мне рассказывали, и отплевывались. Смотришь телевизор, и награды или ищу, прерывает кино, римлянам. Напротив, слава и честь, и мир всякому, делающему доброе. Во-первых, Иудею, потом и Елену. У нас обиды на слова, когда даже я чукчен и мытым назову. А святые себя испытывали римлянам. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Дьявол может вид ангела принять. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. В местной газете есть снимок, где епископ Антоний, после вручения награды губернатору тогдашнему Коршунову и Баварину, улыбаются все довольны. Где это вчерашнее веселье? Слава мирская, под видом духовной. Но есть ли что на земле, что можно назвать славой? Есть. И она касается мужа, первой коринфянам. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Жена же не является славой Богу, но только мужу слава в ней. Гниль в костях страшная болезнь, притча. Набродительная жена, венец для мужа своего, а позорная, как гниль в костях его. Слава послушании жены, когда она точно по заповеди Божией боится мужа своего, чтобы как его не огорчить. Рассказывает, что туркмен полюбил Оксанку-Украинку. И чтобы счастье было незамутненным, он, придя с базара, решил получить ее в своей сакле. Когда у меня тюбетейка на левой стороне, головы сдвинута, значит, у меня все в порядке. Можешь подходить, и даже несогласие твое я претерплю. Но если у меня тюбетейка на правой стороне, тогда лучше не подходи ко мне. Она выслушала и сказала ему тогда... Выслушай, мои обычные, когда ты придешь домой и увидишь, что я фартуком... Фартуком. Ну каким фартуком? Фартук на ней. Фартуком. Ага. Фартуком. Вообще. Буду знать, что я фартуком вытираю руки, значит, готова к объятиям. Но когда у меня руки в бока, то плевать мне на твою тюбетейку. Она может уже лежать на полу. И все. Хохлушка, как поняла я могу. Налево она, направо у нее. У меня разницы тогда нету. Прича. Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение. В мире все это наоборот происходит. Чтобы добиться мирской славы, нужно научиться закладывать других, рвать у других, хитрить, быть лестивым, уметь крутиться. Подлинная слава ищет как раз противного смирения. Прича. За смирением следует страх Господень, богатство и слава, и жизнь. Есть слава депутатская, хвастливая. Исайя. Зато преисподняя расширилась, и без меры раскрыла пасть свою. И сойдет туда слава их, и богатство их, и шум их, и все, что веселит их. Прича. Слава юношей, сила их, а украшение стариков седина. Сила их. Это слово их полностью заглатывается, ничего не слышно. Нам запрещено убивать, но не запрещено жертвовать собой. Нам нельзя убивать, но остановить хулиганство нужна сила. У нас один батюшка советовал учить жен, вводя в рамки послушание ее. Но если придется и побить, то только левой рукой. Почему же левой? Потому что завтра на службу идти, и благословлять должен правой рукой, чтобы не отбить руку об ее кости. Че себе. Давай. Прича, соблюдающая правду, и милость найдет жизнь, правду и славу. Прежде чем добираться к славе, все указатели к славе испытай. Есть ли у тебя шанс претендовать на славу? Похож ли ты на лесковских простых героев, буквально понимавших евангельские заповеди и не бравших взяток? Кто из начальствующих хочет поворотаться со славой, то должен решить, может ли условия славы вместить якажи-мажаху в притче. Слава Божия облекать тайное дело, а слава царей исследовать дело. Речь шла на фаворе о славе Божией. И людям, привыкшим к земной славе, небесная слава оказалась непонятной и не вмещалась в лучших, самых простых людях. Как только в раю человек поверил, что дьявол желает его добра, человек потерял все. По разговору ученики могли догадаться, что это именно Илья был и Моисей на горе преображения. Икон тогда не было, и узнать нельзя было по изображениям их. Как еще можно и чем можно было доказать, что есть небесная слава, о которой Христос столько раз говорил? Якажи-мажаху, то есть насколько мы приобрели навык, как нам доступно в данный момент. Все компьютеры, которые нам поступают, все их изготавливали не в дружественных странах. И что бы мы ни делали, они могут знать в любую минуту. В Англии мальчишка открыл коды военного министерства, сидя дома. Сколько же мы можем в уме вместить по развитию в электронике? Что касается небесного, то Павел и не пытался даже преподать другим, что там есть. Хотя когда он сказал, что знает такого очевидца, что кто-то там был, могли быть от удивления ахи радость, что наконец-то, хотя что-то можно узнать об обывавшего там. Но он огорячил с первых же строк послания, виденного говоря. Первое коринфянам. Но как написано, не видел того глаз, и не слышало уха, и не приходило того на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Бог берет по минимальной шкале, якось же ему возможно принизить, чтобы совершенно не дискредитировать идею. Мы же вбираем, вмещаем якось мажаху по нашей высшей шкале отметки, чтобы только наш ум выдержал, мехи не разорвались. Когда обременение плотским перетягивает только к земному, когда думаем все по накатанной дорожке плотского умствования. И так и выражаем, насколько нам возможно было вместить даже события, которые с нами случаются, мы не можем правильно страктовать по-духовному, чтобы определиться, что же проследует за этим. И это возможно, и мы могли бы этим воспользоваться. Сколько уже было при происшествии потерявки, и чуть ли не со смертельным исходом, и никто ни разу не обратился с положением собраться. С пожеланием. С пожеланием собраться. Пора суждать. Что же Бог хочет нам сказать? А Господь на эту дорожку ввел людей через несчастье. Лука. Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Словом, нет, Христос опровергает в мысли наши, что неправильно мы думаем, что это вовсе не так, что все в том, что приведем ли себя после слышанной катастрофы или после чужой смерти к покаянию себя. То есть это нависло над нами, а мы не можем примерить к себе. Но нам дано это вместить по нашим силам, якоже мажаху. Но мы лупаем глазами, хлопаем ушами и ничего не понимаем. Похоронили и опять за прежние подвиги, блудодейства и лицемерства. Наше преображение в образ небесного проходит, может быть, в одном направлении, только стареем. И так быстро, что когда кто смотрит на нашу раннюю фотографию и от удивления рот не спит прикрыть, так это ты. О-о-о-о! Когда бренная плоть, как бетонный сосуд, была сброшена, и человек там был и увидел, и вот он там, мажаху. А когда вернулся, вошел в свою посудину тленную и бренную. Теперь я такой же, как вы, и уже только, якоже, мажаху, насколько нам возможно, насколько возможно расплавленное золото удержать сосуде из паутины. Мы даже события, которые с нами происходят, не можем рассмотреть. Часто ли через Писание смотрим на себя, когда тебя за Христа листуют, когда тебя будут душить, не как вора или разбойника, и уфистианам. Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Если ты от одного слова мужа дома так ведешь себя, то туда не торопись, там следователь тебя расколет на две половинки в первый же час, наговорив в первую очередь против мужа, перед псалоникийцем. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли появиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица, нежно обходится с детьми своими. И как встречают сегодня архиереев, не говоря про патриарха или папу римского. Видите, все заканчивается. Это зависело от пленки кассетного магнитофона, который был у Игоря Барабаша. Все, пока.